На открытие детского сада номер 54 приехал глава города. Пока Олег Грищенко осматривал комнаты, малыши спали. Поэтому и вопросы городоначальник задавал как можно тише. Вода горячая есть? Горячая вода есть. У нас свой бойлер. Вот в результате капитального ремонта поменяли нам более мощный. Строить новое здание не пришлось. Детский сад закрыли на ремонт в прошлом году. За это время здесь обновили все помещения. Восстановили бассейн и заменили душевые. После реконструкции здания стало больше. Строители возвели пристройку. В ней расположился спортивный зал. Проблема есть. Другое дело, что мы ее год от года решаем постоянно. И вот такими способами, как пристройка, которая была сделана в этом детском саду и позволила нам увеличить количество детских мест. Город вот так вот целенаправленно постепенно, потихонечку. Проблему это расшивает. С детскими дошкольными учреждениями. Сюда она вернулась спустя 15 лет. Наталья Факеева воспитатель, а когда-то сама ходила в этот детский сад. Девушка признается, что будущую профессию долго выбирать не пришлось. Отучилась на педагога и теперь работает вместе со своими же воспитателями. Сейчас пришла в новый садик. Я, конечно, понимаю, что это уже совсем не то. В некоторых группах остались, может быть, старые шкафчики. Даже свой нашла шкафчик. У меня там шкафчик был там с птичкой. А сейчас уже совсем другие площадки, совсем уже другие игрушки. Сегодня в детском саду 210 воспитанников. Это больше, чем до реконструкции. Количество мест удалось увеличить за счет пристройки. Здесь недалеко была 82-я школа, дошкольное учреждение было. Там учились 1-й и 4-й класс. В следующем году там планируется тоже по федеральной программе сделать детский сад. То есть еще на 200 мест. До конца года в Саратове появится еще два детских сада. В общей сложности на 700 мест. Повезет жителям Ленинского района и Юбилейного. Очередь саратовских дошколят сократится еще на полторы тысячи малышей. Роман Базан, Дмитрий Казарин. Новости. Телеобъектив. Роман Базан. Новости. Телеобъектив.